На самом деле, эти слезы уже отчаянны, потому что устаешь, ждать какой-то справедливости и понимаешь, что то, что здесь происходит, это, конечно, еще не конец, но страдают наши силы. Генерал-лейтенант, по-моему, Сергей Солодовников, руководитель Самарской полиции, сразу же после ареста, буквально через два часа после того, как меня привезли в здание ГСУ, он пришел поговорить со мной. После чего мне было сказано буквально следующее. Ты слишком долго задержался на этом свете, и единственный твой шанс что-то исправить, это дать показания на тех людей, на которых мы скажем. В первую очередь, соответственно, был губернатор Меркушкин, было возбуждено, если я не ошибаюсь, уголовное дело в рамках против губернатора Меркушкина, его там противоправной деятельности и так далее, в рамках которого меня уже допрашивали по этому делу. И вариант получить пику в бок, а этот вариант был, или признать себя виновным, я выбрал именно этот вариант. Соответственно, я максимально сотрудничал со следствием, надеюсь на то, что следствие хотя бы установит истину. Мне давали список фамилий, на которые необходимо было дать показания. Более того, когда в сети интернет появилась видеозапись моих разговоров, ну, разговор моего допроса, было видно, что свои показания я читаю со стены Шванерчика в кабинете господина Закаревичкина, следователя. И из компьютера, который был развернут ко мне лицом. Когда моя супруга обратилась к президенту, обратилась к руководству ФСБ с заявлениями в отношении отдельных руководителей Самарской полиции с просьбой провести проверку, что здесь происходит, на нее и на меня моментально вышли сотрудники силовых органов, которые задали просто один вопрос. Либо супруга прекращает писать какие-то заявления в адрес господина Солодовникова, либо один из членов нашей семьи будет убит. Спасибо. 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 Спасибо.